Здравствуйте! Студия Любовь Курьянова. О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете прямо сейчас. В этом выпуске. Фонд «Русский мир» проводит первую онлайн-ассамблею. В картинной галерее Александра Шилова состоялась встреча с ветеранами войны. Русско-датское общество в Дании приглашает соотечественников. А теперь более подробно об этих и других новостях. Ежегодная ассамблея «Русского мира» в этом году впервые пройдет в онлайн-формате. Соотечественники за рубежом, а также все те, кто ценит и любит русскую культуру, вновь встретятся на этом крупном международном форуме уже в 14-й раз. 14 лет подряд в канун Дня народного единства проходит одно из самых масштабных мероприятий из жизни русского зарубежья – Ассамблея «Русского мира». Событие проводит фонд «Русский мир», который был создан в 2007 году по указу президента России Владимира Путина. Считаю необходимым поддержать инициативу российских лингвистов о создании Национального фонда русского языка, главными критериями которого должны стать развитие русского языка в стране, поддержка программ его изучения в ближнем и дальнем зарубежье и в целом популяризация русского языка и литературы в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ Не было бы православия, не было бы многонациональной и великой России, не было бы русского мира, потому что в этом бы русском мире, как и в России, иные чувствовали бы себя очень неудобно. В рамках Ассамблеи проходят дискуссионные площадки, где обсуждаются вызовы и перспективы пространства русского мира. В различных сферах, например, как преподавать русский язык в цифровую эпоху, в чем секрет успеха продвижения культурно-гуманитарного контента в сети, как сохранить историческую правду и память о Великой Победе и многое другое. Когда бываешь на Ассамблеях, когда общаешься с нашими соотечественниками, с теми, кто интересуется Россией, живет Россией, пропускает Россию через свою душу в разных странах земного шара, всегда чувствуешь то, что многие еще не чувствуют 4 ноября. Вопрос, что это за праздник народного единства? Вот здесь, в этом зале, на Ассамблее, мы прекрасно чувствуем и понимаем, что такое наше народное единство. В этом году из-за эпидемиологической ситуации в мире Ассамблеи впервые проходят в виртуальном режиме. Главная тема «Русский мир онлайн» предполагает обсуждение вопросов, связанных с преподаванием русского языка, продвижением и поддержкой истории культуры России в условиях появления новых информационных технологий, развития сетевых информационных ресурсов. Это, конечно, особый режим, потому что у нас не будет так много времени пообщаться и в кулуарах Ассамблеи, и на других площадках. Но, с другой стороны, режим онлайн позволяет ведь неограниченному числу людей принять участие в Ассамблее, задать вопросы, посмотреть на работу друг друга. И вообще очень важная функция этой Ассамблеи – показать, что русский мир онлайн существует. Помимо круглых столов и панельных дискуссий, гостей Ассамблеи всегда ждет культурная программа. В этом году телезрители смогут увидеть премьерный показ фильма «Король неба» Иван Смирнов, посвященного летчику Асу, герою Первой мировой войны, а также совершить виртуальную экскурсию по Литературно-мемориальному музею Федора Михайловича Достоевского в Санкт-Петербурге. Кроме того, участники Ассамблеи смогут побывать в Музее Победы на Поклонной горе, где пройдет торжественное открытие мероприятия и панельная дискуссия, а также в доме Александра Солженицына в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ и в других знаковых местах русского мира. Эта 14-я Ассамблея русского мира, безусловно, войдет в историю как одна из самых масштабных. Благодаря онлайн-формату удастся объединить весь многонациональный и многоконфессиональный русский мир. В картинной галерее Александра Шилова прошло торжественное мероприятие «Встреча у портрета». Гости музея смогли познакомиться с ветеранами войны и с первых уст узнать о том, какой была цена Великой Победы. Творческие вечера в картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова – это добрая и уже сложившаяся традиция. За годы своей работы галерея стала одним из центров духовного и патриотического воспитания. Гости приходят сюда, чтобы узнать об истории своей страны и познакомиться с российской культурой. В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне кураторы музея подготовили особую программу. В течение всего года проводились так называемые «встречи у портера» с героями картин, Александра Шилова, ветеранами войны и участниками боевых действий. Для меня и для галереи великая честь провести вечер, посвященный жизни, подвигу Виталия Леонидовича, которых он часа, что можно, повестует нам. Художник создал более 40 полотен, которые посвятил героям Великой Отечественной войны. Через их образы ему удалось передать эпоху времени и рассказать об истории российского народа. На торжественном мероприятии 1 октября в зале боевой славы присутствовал участник битвы на Курской дуге, известный разведчик Виталий Коротков. В декабре исполняется 100 лет создания внешней разведки. Внешней разведке, которая 100 лет работала на благо страны, на ее обеспечении безопасности, на ее защиту. На памятной встрече гости смогли познакомиться с ветераном и задать ему свои вопросы. Все участники творческого вечера в конце насладились культурной и музыкальной программой. Историю о том, как большая любовь помогла освоиться в чужой стране, а также найти свое место на чужбине, нам рассказал участник конкурса, корреспондент русского мира Вячеслав Шейкенов из Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим его сюжет. Это мой дом, который я ему очень горжусь. У нас умный дом, когда можно жить в лесу и иметь все. У нас и земляное отопление, и солнечные батареи, и свои скважины, и свечные сооружения, все новинки технической мысли. Я сделала полностью и обмерные чертежи, и новые чертежи. Я отруководила полностью строительством, перестройкой. Я в Эрмитаже проработала больше 20 лет. Я отвечала за водоснабжение, водоотведение, потом я еще занялась фундаментами и много чем. У нас был такой отдел, который отвечал за все, вообще за все реконструкционные работы в Эрмитаже. В Дании я нашла очень интересную фирму, которые делали такую технологию замена труб без копания. Когда мы нашли все финансирование, то приехал с нами познакомиться экономический директор этой фирмы. Он влюбился с первого взгляда и стал мне звонить, писать, приезжать туда, куда я ездила в командировки. Это такое было романтическое совершенно увлечение. Через два года ежедневных звонков и признаний в любви я развелась со своим мужем. Вышла замуж за дочери, переехала в Данию. Это действительно по большой любви. Ты приехала, ты никого не знаешь. Я стала, вот думаю, нужно найти русских. Тут большое датское русское общество, оно в Копенгагене. И вот они создавали филиал в Орхусе. Вот мы сделали вот такое общество. Тем самым очень много нашлось русских. И моя задача была вот именно как-то помогать русским, помогать здесь адаптироваться, помогать, понимать, что это такое, помогать друг другу. Мы там стали проводить разные мероприятия, знакомиться. Моя гордость большая, это школа, конечно, наш детско-юношеский центр. Мой внук пошел в первый класс в основную умную школу. И я этому очень рада, что он пошел в русскую школу учить русский язык. Если раньше мне приходилось все время ходить, что-то такое руководить, то теперь образовался замечательный коллектив. Замечательный. И они так здорово все это ведут, что туда приходишь, и там такой праздник. Праздник родителей, праздник детей. И все рады, что они нашли друг друга. Это радостно. Вот меня это радует. Я считаю, это большим достижением своим, что я основала эти общества. Мама, мама, жизнь подарила, мне подарила, мне и тебе. Хочется показать русское искусство. Здесь стало устраивать мастер-классы, стало устраивать пленеры, чтобы приглашать художников, чтобы они здесь рисовали. Добро пожаловать всем в нашу балерею. Мы очень любим собирать здесь гостей. Мы рады всех вас видеть. И сегодня небольшая выставка. Сложно содержать балерею. Тем не менее, я сюда прихожу, она меня радует. Она такая красивая. Потому что, когда это сделано своими руками, все-таки я делаю ее профессионально. И она мне нравится. Мы здесь послы. Понимаете, мы здесь послы нашей страны. Потому что они через нас могут видеть, что мы вообще нормальные, хорошие, замечательные люди. Но у нас очень сложная история. И мы другие поэты. Очень много занимаюсь именно историей семьи. И историей семьи на фоне революции. Потому что я считаю, что историю можно понять только через историю своей семьи. И, как я сказала, вот еду сейчас от Дании на конференцию. Вот я написала тему, какую я хочу. Судьба семьи на фоне истории как возможность увидеть историческую правду. Опыт сбора, осмысления и публикации информации. В Дании есть очень много чего учиться. Именно нам. Здесь можно учиться дискуссии. Здесь вообще в плане социальных, в плане помощи больным, в плане помощи инвалидам, в плане помощи престарелых. Тут можно учиться, учиться и учиться. Мы не можем 140 миллионов эмигрировать в разные страны. Мы можем подумать, как это сделать в своей стране, чтобы ею гордиться. У нас кто виноват, что делать. Кто виноват, что делать. Вот здесь выбор и ответственность за выбор. Когда ты меняешь страну и всю свою жизнь на любовь одного человека, это очень трудно и тебе, и этому человеку. Потому что ты просто переходишь в совершенно новое пространство. И весь вопрос в том, что ты можешь сделать в этой жизни, как ты себя можешь реализовать. И можешь ли ты реализовать? Это трудный опыт, но я считаю, это замечательный. Я очень рада, что я живу в Дании. По праву, самой красивой деревней России считается Кимжа. Она же – центр художественных промыслов и ремесел народов Севера. Как и чем живет эта деревня сегодня, узнал наш народный корреспондент Александр Мыльников. Деревня самобытная, старинная. Первое упоминание в летописи – это начало 16 века. Люди здесь в основном живут трудолюбивые, любящие свой край. Будучи пацанами, в школе учились в Дорогонске, 5-7 класс. Мы ставили концерты. Как ни странно, артисты мы никакие, но однако в понедельник выходной в клубе, значит, шли, ката играть. День надо как-то убить. Иногда где-то бригады были. Даже выборы были настоящим праздником. Поедет молодежь сюда – будет и развитие. Будет работа для молодежи – будет и развитие. Очень много молодых людей, которые уехали жить в город, они живут постоянно мечтой приехать домой. Мы вошли в ассоциацию самых красивых деревень России. Это тоже, в общем-то, мы козыряем, так сказать, нашим статусом. На краю избушка-развалюшка, Петухов давненько не слыхать. Да еще есть пара, молодые, Молодым давно за 50. Вот ведь времена пашки какие, Жить в деревне или умирать. Сколько их в моей родной сторонке Вывезено в город на дрова, Чтобы появился здесь учитель. Школа есть, так нет. Учеников, Чтобы появился здесь строитель Из давно подросших мужиков. Чтоб деревня вновь помолодела, Чтоб могла детей своих растить. А ведь тут совсем простое дело. Есть хозяин, значит, будет жить. О самых интересных событиях И жизни русского мира Вы узнаете в нашем следующем выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас Может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем Четвертом международном телевизионном конкурсе, Заявки на которые продлены до 1 декабря. Так что время еще есть. Все подробности на нашем сайте русскимир.ру Будьте частью русского мира. Давайте делать новости вместе. Всего доброго и до свидания.